Здравствуйте, еще раз. Это карта поселений родовых поместьй России. Все, что отмечено зелеными точками, это поселения, которые уже существуют. Всего на сегодняшний день в России 230 поселений, состоящих из родовых поместьй. Их количество увеличивается каждый год. А миллионы граждан хотели бы построить свое поместье. И я горжусь тем, что все до единого строители родовых поместьй – это читатели книг, звенящие кедры в России. А это можешь вернуть в эту актрису? Актрису можешь вернуть? В чехословацком парламенте артистка, она выступила с речью и повторила все, что написано в книге, вот эта. Она не похожа на Анастасию. А ее потом спросили, конгрессмены, кто вам писал эту речь? А она говорит, вот вы можете прочитать продолжение. Настолько актуальным оказалось написанное, где она пересказывала мудрость фактически первоисток. Когда появилась Анастасия, ее стали изучать много разных людей, в том числе религиозные деятели, ученые. Когда появилась Анастасия, она стала вопросом исследований многих людей, ученых, религиозных, активистов. Группа ученых склоняется к такому выводу, что Анастасия, в генной памяти Анастасии, находится информация, начиная от сотворения человека. Такая же информация есть в каждом из нас. Просто мы потеряли способность ее доставать из себя. Мы недооценили знания наших предков. Мы недооценили знания наших предков. И нужно восстанавливать потерянное знание. Теперь мы должны построить Анастасия. Самую потрясающую работу написала группа ученых из главного университета России, университета имени Ломоносов, по главе с Михаилом Юрьевичем Павловым. Группа ученых, head of by Michael Bavlov, prominent scholar from the Moscow State University, published an amazing report. Он 10 лет занимался исследованием явлений Анастасии и все, что с ней связано, и движением звенящей кетер России. Он приводит исторические примеры о родовых поместьях, которые были несколько тысяч лет назад. Что благодаря именно вот такой идее, которая родилась сейчас в России и поддерживается народом, Америка стала Америкой. Он говорит, что в 1862 году в Америке был принят Холмстед Акт. Полтора миллиона американских семей получили землю. А дальше произошло то невероятное, что произошло с Америкой. Америка резко вдруг стала развиваться в науке, в здравоохранении. Было принято в три раза больше научных разработок. Вот казалось, земля просто земля. Но когда эти полтора миллиона людей стали на землю, страна стала преображаться. Америка резко. Это просто земля. Но когда 1.5 людей получили их ручки на землю, это превращало страну в сильную мощную страну. Сейчас в России движение развивается очень сильно, и Россия станет очень мощной державой за счет этого движения. Она может стать такой мощной, что будет конкурировать и с Америкой. Это опасно. Это может закончиться вплоть до войны. Я бы не хотел этого. И все эти люди тоже не хотят этого. А какой выход? Вместе строить родовые поместья. Если американцы, россияне, японцы, европейцы начнут вместе строить родовые поместья, что произойдет? Как говорит Анастасия, одно родовое поместье – это маленькая-маленькая микроточечка на большой планете Земля. Но когда их будет много этих маленьких точек, преобразится планета. Вдумайтесь, какое простое действие – просто взять и создать рай для своей семьи. И если много будет таких людей, преобразится вся планета. И тогда прекратится самая-самая страшная война, которая происходит в мире. В этой войне уже на протяжении тысячелетий принимают участие миллиарды людей. Это война не между государствами. Это война внутри семьи. Когда мужчина и женщина начинают нелюбить, ненавидеть друг друга до такой степени, что разводятся. Иногда они дерутся. Иногда оскорбляют друг друга. Это пострашнее, чем просто война. Сейчас есть возможность нам вместе все это прекратить. Вернуть любовь всем. И я приехал в Америку благодаря приглашению и принимал участие в работе «Нексус». Я приехал с надеждой, что мы будем делать вот это прекрасное вместе. Буду рад, если все вместе примем участие в такой прекрасной работе. И я буду рад, если все вместе будут участвовать в такой прекрасной идее. Спасибо. Итак, я хотел не было таких Chernets plateチоков. А �rar butter地. Повторату стоять, я хотел sites то peace LGBTQ и так!!!! Кстати, я хотел FСНThat. И у меня такой lustный метр院 и не всё себе. Спасибо.